Ребят, огненная функция появилась в Cloud, называется Project, но прежде чем мы с вами разберемся, как она работает и для чего она нужна, я бы хотел вам показать одно видео. Я его также нашел на YouTube. Значит, парень занимается музыкой и генерирует музыку с помощью искусственного интеллекта, но предварительно создает музыку именно в Cloud и пользуется вот этой вот функцией Project. Давайте посмотрим, какую песню он создал буквально с первого раза. Смотрите, включаем. Мне уже нравится. Ну, согласитесь, да, это очень круто. То есть, он, используя Cloud, функции Project, загрузить со своими, создал промпт для своей песни. Ну, а потом песню, соответственно, создал с помощью другого искусственного интеллекта, называется он Суна. Но это просто какой-то разрыв. То есть, даже вот творческие специальности генерировать, создавать музыку. То есть, он... Меня это реально очень сильно поразило, когда я увидел это видео. То есть, он написал текст, он написал музыку. И дальше он и сделал все это, соответственно, в виде промпта. Этот промпт он загрузил в Суну и, говорит, с первого раза получил вот такой вот трек. Такого, ну, это просто огонь. Окей, давайте разберемся, значит, что же за новая функция такая Project и для чего она нужна и как с ней, соответственно, работать. Значит, Cloud. Да, я уже делал обзор, то есть, делал сравнение чаджи пяти и Cloud. И, на мой взгляд, мы в Cloud 3.5 Sonnet получили чуть лучший результат, ну, даже чуть лучше, лучший результат именно по копирайтингу. Ну, а у него есть, конечно, свои минусы, свои недочеты, но буквально несколько дней назад они добавили еще одну крутую штуку. Эта штука называется Project. Значит, что такое Project? Вот она добавляется таким образом. То есть, мы можем начать новый чат, а можем перейти в Project. Значит, что такое Project? Во-первых, вы можете пройти обучение прямо вот здесь, вот в Cloud и узнать, что такое Project и как, соответственно, он работает. Значит, я это все прошел, я даже создал своих несколько проектов для работы с Cloud. Значит, в чем ключевая особенность этой штуки Project? Значит, смотрите, мы заходим в чат Gpt. Чат Gpt. И в чат Gpt, вот в чем было большое преимущество того же чат Gpt, что здесь были так называемые Gpt-агенты. То есть, мы могли в чат Gpt создать себе отдельного агента, то есть, где вот агенты у нас мои Gpt's. И, соответственно, в чат Gpt мы могли создать отдельного агента, создать Gpt, и предварительно его обучив. Да, это вот один из вариантов. Второй вариант, мы могли создать себе, то есть, мы могли использовать так называемые пользовательские настройки, то есть, зайти в пользовательские инструкции и в пользовательских инструкциях вбить, соответственно, тот образ, который будет использовать чат Gpt. Очень удобно и, наверное, одна из тех функций, которые реально ты пользуешься. Почему-то они здесь у меня не отображаются, правда, мои агенты, как будто, знаете, я ими не пользуюсь. Но мы с вами создавали, даже в процессе видео, мы создавали различные Gpt-агенты. И вот мы создаем Gpt-агентов, и уже с этим Gpt-агентом мы взаимодействуем и работаем. Примерно такую же функцию сейчас создали как раз ребята из Cloud. То есть, они создали, но назвали это не Gpt-агенты, а Project. Значит, смотрите, в чем здесь смысл? Мы можем создать Project. То есть, он у нас спрашивает, какой персональный проект вы хотите, соответственно, создать. И как вы его хотите назвать, и как бы вы хотели, чтобы... То есть, какую цель вы, соответственно, преследуете для того, чтобы создать и работать с этим Project. Здесь мы можем ввести, соответственно, данные, что мы хотим создать, какую цель мы собираемся использовать. Но давайте, не знаю, создадим какого-нибудь маркетолога, да, либо видеомаркетолога. И обработаем какое-нибудь видео по словам... Ну, давайте передущее мое видео просто обработаем и подберем там для него ключевые слова. То есть, оптимизируем для YouTube-канала. Пускай это будет и цель, то есть, это будет видеомаркетинг-специалист. И цель у него будет эта оптимизация YouTube-видео, генерация идей и создание, соответственно, сценариев. Давайте вот такую цель он будет преследовать, наш Project. И смотрите, здесь у нас открывается совершенно новое окно. Окно чем-то похоже на генерацию создания GPT-агента. То есть, смотрите, вот в чат GPT-агента как это реализовано. То есть, создать мы можем прямо в чате GPT-агента и вбить сюда какие-то свои названия, описания, инструкции и, соответственно, какие-то базу знаний выгрузить. Примерно так же реализованный в Cloud. То есть, здесь он нам пишет уже название, что это видеомаркетинг-специалист. Его основная задача, которую мы только что прописали. И мы здесь можем начать с ним чат. То есть, здесь единственное различие, мы с ним можем начать чат, добавить какие-то документы, с которыми мы собираемся работать. А в правой части происходит то самое обучение этого чат GPT. То есть, здесь у нас, смотрите, есть сайт Custom Instruction. То есть, добавить пользовательские инструкции. Те же самые пользовательские инструкции, которые мы можем добавить в чат GPT. И здесь мы можем добавить пользовательские инструкции в зависимости от той цели, той задачи, которую мы здесь ставим. Давайте добавим пользовательские инструкции. Единственное, когда мы добавляем пользовательские инструкции в чат GPT, у нас появляется два окна. Здесь у нас появляется всего одно окно. Значит, сюда мы можем ввести, то есть, вот здесь есть такая подсказка, добавьте пользовательские инструкции, установите индивидуальные инструкции для проекта, проанализируйте клод, чтобы ввел себя, соответственно, чтобы он лучше отвечал и все в таком роде. Значит, какие пользовательские инструкции я бы сюда ввел? Я сюда введу пользовательские инструкции от чат GPT. То есть, у нас есть телеграм-канал, в телеграм-канале есть огромное количество, больше 250 различных пользовательских инструкций, то есть, больше 250 различных образов. Там маркетинг-специалист, специалист по генерации кода, диетолог, программист, фитнес-тренер. То есть, здесь практически все основные специализации, там психолог, эксперт, маркетолог, все основные специализации у нас, соответственно, используются. И я возьму пользовательскую инструкцию, которую мы создавали для чат GPT, и возьму эту инструкцию, просто исправлю слово чат GPT на клауд и введу ее уже непосредственно сюда, в раздел Project от клауд. То есть, я сюда вставляю эту пользовательскую инструкцию. Кстати, если вам нужен доступ к этим пользовательским инструкциям, плюс база промптов из больше чем 10 тысяч различных промптов для любого искусственного интеллекта, потому что промпты подходят и в чат GPT, и в клауд, и куда угодно. Плюс у нас есть здесь закрытые видео, промпты для генерации изображений, чат. Все это находится в телеграм-канале, ссылка на телеграм-канал находится под этим видео, там все подробности, как получить доступ, соответственно, к этому чату. Переходите, вступайте. Всем, всем, всем будем, буду рад, кто вступит, соответственно, в телеграм-канал. Значит, окей, мы сюда ввели пользовательские инструкции. Единственное, мы здесь исправим слово «чат GPT» на слово «клауд». То есть, как бы вы хотели, чтобы клауд отвечал, и какую роль клауд, соответственно, будет использовать. Здесь полная пользовательская инструкция, которая дает плюс 200% к любым ответам чат GPT. Я думаю, что она будет также давать плюс 200% к клауд. А как мы с вами выяснили, клауд в плане копирайтинга, клауд справляется со своими задачами намного круче, чем чат GPT. Окей, мы ввели пользовательские инструкции. Что мы сюда еще можем добавить? Мы можем добавить свои какие-то документы, с которыми мы хотим работать. То есть, мы сюда можем добавить, например, набор инструкций, набор шаблонов, набор... Я, например, буду собираясь использовать этот раздел. То есть, я создал себе видеомаркетинга специалиста, то есть, маркетолога, который специализируется именно на генерации видео. И здесь я буду генерировать себе сценарий для Reels. То есть, я сюда выгружу все свои сценарии для Reels, которые в данный период времени набрали большое количество просмотров. И буду просить клауд в данном случае создавать мне сценарий для Reels на основе тех сценариев, которые я в него выгрузил. То есть, чтобы был похож стиль, чтобы был похож подход, чтобы примерно идея была похожа, но при этом там затрагивались разные боли, потребности, возражения моей целевой аудитории. Я сюда, соответственно, выгружу этот файл. Сейчас у меня его, к сожалению, под рукой нету, я его еще не создал. Я его выгружу, скорее всего, с ChatGPT, потому что мы туда заливаем все свои ролики. Либо выгружу со своего Notion, где мы также генерируем. То есть, я вам хотел бы показать в своем Notion, который мы создаем с помощью автоматизации Make. То есть, у нас здесь есть подробности, все инструкции, все шаблоны. Например, на июль 2024 год какая-то часть шаблонов уже снята, какая-то еще не снята, что-то уже размещено. Все это, соответственно, добавляется в календаре буквально в несколько кликов. То есть, мы создаем сценарий, добавляем дату съемки, выбираем даже одежду, в которой я снимаю эти видео. Очень удобно. И, соответственно, отсюда я их просто выгружу и добавлю сюда в CloudTains те шаблоны, которые мне нужны. Значит, первая возможность это выгрузить, соответственно, в виде файла. Вторая возможность выгрузить в виде текста. То есть, мы можем прописать здесь название какое-то. И здесь подробно расписать, что обозначает тот или иной текст. То есть, взять любую инструкцию, взять любой шаблон, назвать его как необходимо. Ну, давайте возьмем, не знаю, вот такой вот шаблон для видео. Я его, либо это еще не отредактированный шаблон. Давайте уже что снято возьмем. Вот, например, вот такой вот шаблон. Нет, этот вот такой вот шаблон. Вот, мы его просто берем, копируем и сюда вот в виде текста скидываем. Ну, конечно же, желательно еще прописать, что это сценарий для Reels, для того, чтобы он понимал. А мы здесь, конечно, делаем YouTube. Ну, ладно, давайте не будем этим сейчас заниматься, тратить время. Окей, то есть, мы можем двумя путями создать, соответственно, выгрузить базу данных, с которой он должен будет работать. Все, после этого мы можем уже начать работать с Клауд. Давайте его спросим, кто он такой сейчас. Вот, я ему задаю вопрос, кто ты такой? Я Клауд Искусственный Интеллект, созданный компанией. Я здесь, чтобы вам помочь с вопросами и задачами, связанными с видеомаркетингом и производством видеоконтента. То есть, он уже понимает, что он видеомаркетолог и занимается производством видеоконтента. Учитывая вашу профессию видеомаркетолога, я буду стараться давать творческий, визуально ориентированный ответ, фокусируясь на последних тенденциях видео. Хотя в последних тенденциях видео он вряд ли будет фокусироваться, у него нет доступа в интернет. Но окей. То есть, он уже понимает, что он будет в этом чате и с помощью в этом проекте он будет генерировать и создавать, соответственно, для нас именно работу с, как это называется, с видео. Мы можем в него сейчас, например, выгрузить. Давайте выгрузим файл с summary, то есть с подробными словами, которые есть в моем последнем видео. И введу ему такой промпт. Промпт мы используем для чат-жипт. В чат-жипт мы выгружаем два файла. Это один файл с SRT с формата субтитры с временной шкалой. Но, к сожалению, Cloud не принимает пока файлы SRT с временной шкалой и не сможет нам сделать точный тайм-код для нашего видео. Ну окей. Из видео вы узнаете. В сравнении возможности двух популярных нейросетей чат-жипт и клауд, как клауд 3 санет справляется с задачами копирайтинга и оптимизации видео для ютуба и преимуществах недостатка клауд санет в сравнении с чат-жипт 4О 4.0. 4.0 он здесь пишет, а там 4О на самом деле. Особенности анализа изображения ими нейросетями. О возможности клауд 5 санет создания интерактивных элементов. То есть он, в принципе, ознакомился с файлом и выполнил ту задачу, которая от него здесь требуется. И из видео вы узнаете. То есть он полностью рассказал, что вы узнаете из этого видео. И дальше вот он загрузил, соответственно, контент именно в этот чат с контентом, с которым мы дальше уже можем работать. И дальше мы уже просим его оптимизировать видео, написать, выбрать ключевые слова и делать полную оптимизацию для нашего видео. И преимущество будет перед стандартным клауд, то есть перед стандартным чатом в том, что это у нас будет делать профессионально заточенный видеомаркетинговый специалист. То есть если в клауд мы тратили до этого огромное количество времени на то, чтобы сказать ему, ты там специалист по маркетингу, давай мы сейчас тобой будем заниматься. Я хочу, чтобы ты вот это вот узнал, кидаем ему файлы, кидаем ему свои сценарии до этого. То сейчас все мы выгрузили, создали себе такого клауд AI-агента, его можно назвать, и он все, и он будет выполнять ту роль и понимать, какая его основная специализация и, соответственно, какие задачи он будет выполнять. Здесь, как я понимаю, вот здесь есть ссылка будет на этот чат, который уже был открыт. И здесь будут, соответственно, ссылки на все чаты, которые в данный период времени будут происходить с этим видеомаркетинговым специалистом. Мне кажется, очень круто, очень круто. И вот как раз я вам показывал вначале этот парень, как генерирует музыку, он как раз выкинул в него все, то есть в видеопроекты. В проекте он создал себе клауд AI-агента, давайте их теперь так называть, который специалист по музыке, который генерирует и создает музыку. И, соответственно, он сам музыкант и создал, соответственно, клауд ему промпт для Суна, чтобы он сгенерировал, соответственно, ту песню, которую мы все с вами услышали в самом начале. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно попробуйте новую функцию Project of Cloud. Обязательно посмотрите, включены ли у вас артефакты, что такое артефакты, как они работают. Я вам подробно рассказал в предыдущем видео. С вами был Игорь Зеевич. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на ютуб-канал. Пока!